Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшевшара. Я ее ведущий Нарсу Абупа. Я и мои коллеги из службы новостей расскажем о самых важных событиях сегодняшнего дня. И сегодня в выпуске. 287 аппаратов по добыче криптовалют обнаружено и изъято за прошедшую неделю на территории республики. Исполнилось 94 года со дня рождения великого писателя Абхазии, поэта и мыслителя Фазиля Абдуловича Искандера. Проект молодого абхазского студента Амира Смыр вошел в топ-10 международного архитектурного конкурса. Выгодная стартовая стоимость и качество услуг. В Сухуми открылась новая фирма такси «Три пятерки». Тела Адама Лагвилава и Нодара Абиджба были доставлены в Сухуми Гудауту из Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба МЧС. Наши соотечественники погибли в боях за освобождение Донбасса в конце декабря прошлого года. Однако из-за сложной военной обстановки доставить их тела из зоны боевых действий ранее не представлялось возможным. Премьер-министр Александр Анкваб провел очередное заседание Республиканского штаба по противодействию незаконной добычи криптовалют. На заседании обсуждались промежуточные результаты работы по пресечению незаконного потребления электроэнергии. Благодаря принятым мерам за последние две недели удалось снизить нагрузку на электросети, но за прошедшие три дня показатели потребления электроэнергии вновь возросли. По итогам заседания принято решение продолжить с участием «Черноморэнергии», «Гостандарта» и при поддержке МВД, СГБ и местных администраций мероприятие по демонтажу незаконно установленных трансформаторов в городах и районах. За прошедшую неделю на территории Республики сотрудниками МВД, СГБ, Черноморэнерго и Гостандарта обнаружено 287 аппаратов по добыче криптовалют. В столице обнаружены 4 аппарата в домовладении по улице Чачхалья, принадлежащие Бобуа Иналу Сергеевичу, и 3 аппарата в квартире дома по улице Киараз, принадлежащие Анчабадзе Оксане Гурамовне. В Гагрском районе в селе Аллахадзе обнаружены 56 устройств, принадлежащих Пуюкляну Рафаэлю Синбадовичу. 8 аппаратов обнаружены в доме по улице Кольцевая в Гагре, принадлежащие Квицине Астану Нодаревичу. И 176 аппаратов обнаружены на территории Автомоки в селе Амзара, принадлежащие Овчинникову Виктору Артемовичу. В Гагре в квартире дома по улице Лакоба обнаружены 9 аппаратов, принадлежащих Канжаре Нарсову Юрьевичу. В Гудаутском районе в селе Мгузруху обнаружены и изъяты 9 аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащих Ажива Раулю Антиповичу. В селе Мачара Гулрыбшского района в домовладении по улице Хазария обнаружено и изъято 22 аппарата, принадлежащих Каарес Роберту Викторовичу. В МВД действует горячая линия. Всех, кому известно о незаконной деятельности майнинга объектов, просят обращаться по телефону 920-2095. WhatsApp, Telegram, Messenger, Instagram или Facebook. Вопрос расселения жильцов многоквартирного дома по улице Надзадзе 3 обсудили в правительстве республики. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием вице-премьера министра финансов Владимира Делба, главы администрации Сухума Беслана Эшба и его заместителя Астамура Ашуба. Премьер-министр обратил внимание на необходимость ускорения процесса расселения жильцов средства, заложенных в бюджет республики на текущий год. 6 марта исполнилось 94 года со дня рождения великого писателя Абхазии, поэта и мыслителя Фазиля Абдуловича Искандера. Его творчество известно и любимо далеко за пределами республики. Книги переведены на множество языков и пользуются популярностью у читателей. Фазиль Искандер удостоен множества самых разных наград, в том числе Государственной премии СССР, премии имени Сахарова. Искандер – кавалер ордена Ахцапша первой степени. Также лауреат Пушкинской премии, премии Ясная поляна имени Толстого, Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Искандеровская Абхазия, гуляя по Мухусу, как называл Фазиль Искандер Сухом, можно попасть на страницы его книг. Вот, например, Ника с Патефоном, а чуть дальше юный философ Чик. Чик так любил море и всегда жалел народы, у которых нет теплого моря, чтобы летом купаться. Он, конечно, знал, что многие приезжают к ним купаться в море, но он прекрасно понимал, что все приехать не могут. Это мысли юного философа Чика, героя рассказов Фазиля Искандера. Практически каждый турист, который когда-либо посещал Мухус, обязательно делает такое фото с персонажами из искандеровских книг. Творчество Фазиля Искандера прочно связано с его родиной Абхазией, яркими красками южного неба, моря и гор. И, конечно же, воспоминаниями. Воспоминания из детства Фазиля Абдуловича особенно ярко оживают на сцене Государственного русского драматического театра, который носит имя любимого писателя. Здесь царит настоящая искандеровская атмосфера, а еще больше она ощущается в день рождения писателя. Сегодня в Руздраме репетируют софичку. Это действительно ответственность большая, но, с другой стороны, это большое счастье, это большая гордость для нас, потому что Фазиль Искандер – это национальное достояние Абхазии. Это человек, который сделал бессмертной нашу страну, нашу культуру. Он воплотил ценности и сюжеты, связанные с нашей историей и культурой в своих произведениях, которые сегодня являются бесспорным достоянием мировой культуры, мировой литературы. И то, что у нас есть возможность ставить произведения Фазиля Искандера на нашей сцене. В частности, сегодня, в день рождения Фазиля Абдуловича, мы играем софичку. Наш очень популярный спектакль по поздней повести Искандера. И у нас также и другие спектакли в репертуаре, и рассказ Мула Старого Хабуга, Широколобы. И это всегда большое, знаете, для человека искусства, культуры, большое счастье – прикоснуться к этому творчеству, иметь возможность выразить себя с помощью Фазиля Искандера, с помощью его произведений, с помощью его текстов. И еще очень важная миссия, которую несет наш театр в связи с именем Фазиля Абдуловича Искандера – это служить таким, знаете, мостом связей между культурами. Между культурами России и Абхазии, между мировой культурой и абхазской культурой. Память о писателе, воспевшем Абхазию, вековечена в республике. К примеру, выпущена монета с изображением Фазиля Искандера в Сирии – выдающиеся личности Абхазии. Для всех событий, связанных с именем Фазиля Абдуловича, Абхазия – главное место. Ведь словами из его произведений здесь говорят и думают. Вот уже много лет в нашей стране проходит международный фестиваль имени Искандера «Стоянка человека». Снимаются фильмы и ставятся спектакли. Организовываются маршруты по рассказам из произведений писателя. И это еще не весь список мероприятий, посвященных его имени. В частности, международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» много лет в качестве своего штаба выбирал именно наш театр. Я очень надеюсь, что этот фестиваль будет продолжаться. Это действительно большое, очень важное культурное событие, ежегодное. И то, что мы ставим Фазиля Искандера на театральной сцене. Ведь очень сложно тексты Фазиля Абдуловича, проникнутые уникальной авторской интонацией, колоритом, какой-то, знаете, таким вот очень тонким ощущением времени и ощущением культуры, о которой он пишет. Потому что иногда, когда ты читаешь Искандера, ты понимаешь, что это абхазский язык, переведенный на русский. Вот эту прозу очень сложно перевести на сценический язык. И мало кому это удается, на самом деле. Вот у нас наше направление сделать так, чтобы тексты Искандера нашли адекватное воплощение на театральной сцене. И вот те спектакли, которые сейчас у нас идут, рассказ Мула Старого Хабуга и Софичка, я абсолютно могу стопроцентной уверенностью сказать, что это адекватное воплощение великой прозы Фазиля Искандера на театральной сцене. Имя выдающегося абхазского и российского писателя, классика современной литературы Фазиля Искандера, известно не только в Абхазии, но и за рубежом. За неповторимую оригинальность сюжетов его сравнивали с лучшими зарубежными писателями, такими как Габриэлу Гарсия Маркес, Мигель де Сервантес, Франсуара Бле. А на своей родине Фазиль Искандер стал одним из главных символов абхазской культуры, человеком, прославившим самобытность страны. Фазиль Абдулович очень переживал в тяжелые для нашей страны времена. Ведь места его детства и людей, живущих в его рассказах, пытались уничтожить. Вид Абхазии, который я всю жизнь знал, запомнил, любил, описывал, мне кажется, те раны, которые война нанесла Абхазии, будут для меня какой-то ужасной психологической перегрузкой. Я даже боялся, что я этого не выдержу. Фазиль Искандер входит в число первых кавалеров Ордена Агзьдапша первой степени. Является лауреатом множества наград и премий. А в 2014 году из рук президента России Владимира Путина он получил государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусств. Государственная премия Российской Федерации за вклад в развитие отечественной литературы вручается Фазилю Абдуловичу Искандеру. Фазиль Искандер два раза был номинирован на Нобелевскую премию. Его произведения известны во всем мире, в котором Абхазия для писателя особенное место. Абхазским языком Фазиль Абдулович прекрасно владел, но писал исключительно на русском. Сам классик называл себя русским писателем, воспевавшим Абхазию. Фазиль Абдулович прекрасно владел, но писал искусств. Хазиль Абхазию. и от май зом мадак шаха зуб мадак шахат маха сарас гуяна го а яша звероп я про и его пухаром фазилия искандера не стала в июле 2016 но память о нем жива в каждой улочке родного мухуса в людях и в любимом че геме гугуцев ардане алексей бастрюков абхазское телевидение следственное управление генпрокуратуры завершила процессуальную проверку соблюдения законодательства при подготовке и подписании соглашений между правительствами абхазии и россия передачи в собственность российской федерации объекта пицунда по итогам в адрес кабинета министров направлено представление для устранения выявленных нарушений в ходе проверки установлено несоответствие географических координат определенных в приложении к соглашению координатным точкам фактического адреса расположения объекта сообщается на сайте генпрокуратуры ответственным за подготовку проекта соглашения и его подписание является госкомитет по управлению государственным имуществом и приватизацией кроме того при проведении процедуры согласования проекта соглашения госуправлением по землепользованию и кадастру без проведения проверки координатных точек объекта было дано положительное заключение возбуждение уголовного дела отказано так как соглашение не вступило в силу вопросы организационного и индивидуального страхования туристов обсудили глава Минтуризма Абхазиты Мурас Хишба и директор филиала страховой компании «Эвраинс» Андрей Тюрин сообщает пресс-служба Минтуризма по словам Хишба курорты республики ждут российских туристов и готовы создать им комфортные условия отдыха Андрей Тюрин подчеркнул что туристам в Абхазии необходим четкий и понятный протокол действий при различных ситуациях в поездках в министерстве туризма будет разработан новый законопроект о туризме в ведомстве прошло совещание с участием сотрудников и приглашенных юристов действующий в настоящее время закон о туризме был принят в 2005 году 6 марта отмечает юбилей директор дома детского творчества Айнар известный художник постановщик и живописец Виталий Кацпа юбиляра принял министр культуры Даурковы он отметил неоценимый вклад Виталия Кацпа в воспитание подрастающего поколения а также его заслуги в творческой деятельности Виталий Кацпа профессионал театрального дела за его плечами десятилетия работы главным художником абхазского театра сотрудничество с лучшими абхазскими и российскими режиссерами Даурковы пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в реализации интересных проектов Сейхан Цибабха, почетный советник представительства Абхазии в Германии принял участие в мероприятии международного женского клуба посвященном исполнению национальных гимнов в разных стран происхождения членов данной организации международный женский клуб существует в Германии уже много лет и объединяет представительниц более 50 стран мира В рамках мероприятия Сейхан Цибабха рассказала о событиях 19 века из-за чего большая часть абхазского народа была вынуждена покинуть историческую родину но до сих пор ощущает себя частью родной Абхазии об этом сообщает официальный представитель Абхазии в Германии Хибла Амичба строительство павильона Абхазии на ВДНХ завершится в этом году об этом сообщается в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина торгово-выставочный центр и экспозиция посвященные истории, культуре и достижениям нашей страны будут открыты в павильоне номер 6 на данный момент здесь завершаются работы внутреннего цикла это отделка, восстановление кровли и потолков а также монтаж, установка, подводка, коммуникации уже восстановлены барельефы на фасадной группе здания многофункциональный проект обещает стать центром притяжения абхазской диаспоры, деятелей, культуры и политики а также партнеров и друзей Абхазии к сожалению, конечно, сроки выдержать нашим подрядчикам не удалось я хочу обратить внимание наших телезрителей на то, что поменялось уже ни один подрядчик, ни одна компания поменялась здесь работают компании, которые обладают специальными допусками специальными компетенциями сейчас работы на национальном центре Абхазии ведет акционерное общество «Каскад Энерго» это серьезная довольно компания с большой историей восстановления и реконструкции подобных объектов и вот мы с ними взаимодействуем в очень таком насыщенном живом ключе в том, что мы отклоняемся от графика вместе с нашими российскими партнерами конечно, в этом сыграла свою роль негативную и пандемия и, конечно же, вот сегодняшняя ситуация в которой находится современный мир вот этот ожесточенный режим санкций против Российской Федерации нам восстанавливают наш национальный центр этот очень амбициозный и масштабный объект за средства правительства Москвы ну а мы, абхазская сторона, будет погашать его в течение 40 с лишним лет причем без единого процента то есть это, по сути, кредит с отрицательной ставкой я считаю, что более выгодных условий достичь практически было бы просто невозможно конечно, нас это обязывает к тому, чтобы максимально эффективно использовать столь амбициозную площадку это должен быть по-настоящему мультифункциональный центр многофункциональный где должно найтись место многим направлениям деятельности это и абхазская московская диаспора, ее мероприятия это и выставочные мероприятия, и концертные мероприятия я думаю, что мы будем очень тесно взаимодействовать с нашими братьями из республик Северного Кавказа с нашими дружественными государствами такими как Сирия, Беларусь и другими довольно сложный процесс он емкий, многогранный поэтому есть, конечно, и сложности но при всем при этом хочу отметить очень конструктивную, партнерскую, дружескую позицию которую всегда занимало правительство Москвы его профильные департаменты и руководство ВДНХ проект молодого абхазского студента архитектора Амира Смыр вошел в топ-10 международного конкурса «Альтернативная реальность. Дома на Марсе 2023» проект был заявлен от России группой студентов, в числе которых и Амир Смыр в жюри конкурса вошли ведущие архитекторы специалисты крупных бюро университетов из США, Китая, Канады, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Египта Амиру Смыр в 18 лет он учится на втором курсе Московского архитектурного института ну идея конкурса была просто как бы футуризм то есть такая архитектурная фантазия получается то что в 1991 год мол люди активно колонизируют Марс и чисто вообразить, представить как возможно выглядели бы жилые здания за основу формы мы взяли символ яйца то что это первоначальная основа такая форма жизни и нам показалось довольно символическим использовать это в качестве такого жилья на другой планете когда мы узнали результаты мы конечно же все очень обрадовались потому что мы это в первую очередь делали ради получения опыта чтобы посмотреть как другие страны развиваются в этом плане ну как там уже куча студентов было тоже так что было интересно как наши коллеги так сказать видят данную тему комфортно, безопасно и недорого в Сухуми открылась новая фирма такси-три пятерки которая намерена стать любимым для каждого клиента представители такси гарантируют комфортные поездки не только в пределах городов и районов но и выезд за пределы республики какие еще преимущества у такси-три пятерки выясняли наши корреспонденты репортаж Аси Демалия такси-такси вези-вези слова из популярной песни особенно приятно напевать когда машина приехала вовремя по адресу и довезла до точки Б без происшествий три пятерки это как раз такое такси чья работа направлена на то чтобы клиент во время пути расслабился, абстрагировался от забот и попросту наслаждался дорогой такси-три пятерки новые представители сферы услуг по перевозке пассажиров их офис находится в сердце города по улице генерал от бар что делает выезды оперативными ведь отсюда до любой точки города можно доехать всего за пару минут компания располагает одиннадцатью машинами поэтому после того как такси-три пятерки полюбится вам и окончательно закрепится в телефонной книжке можете быть уверенными что ваш заказ примут обязательно с учетом того что конкуренция в столице достаточно высокая директор фирмы Ашот Мумджан делает ставку не только на выгодной для клиента стартовой стоимости поездки в 100 рублей но и на качестве услуги мы ориентируемся на автомобилей на водителей трезвых способных не нарушая ПДД потому что безопасное вождение безопасное передвижение пассажиров по Абхазии включая в Российской Федерации у нас еще будет вип такси будет вип передвижения встречаем и сопровождаем с гидами мы весь день работаем до 11 потом остается дежурный круглослышно наше такси работает таким образом трипятерки это комфортабельное авто чьи двери нельзя случайно хлопнуть и ждать осуждающего взгляда все автоматизировано водитель нажатием кнопки откроет и закроет дверь за вас а еще как говорит Ашот Мумджан важно соблюдать вежливость клиенту и водителям и диспетчерам такси трипятерки здравствуйте анжела кучба следует этим правилам в дни дежурства буквально не отрывается от телефона устает но несмотря ни на что отвечает на звонки клиентов и принимает заявки всегда любезно и внимательно первые и пожалуй постоянные клиенты это гости и сотрудники салона красоты что находится рядом с их офисом пассажиры довольны и ездой и ценами очень нравится как бы я уже пару раз ездила очень даже комфортно все отлично мне все нравится а по цене я не сказала бы что это дорого я считаю что это очень отличная цена такси трипятерки это хоть и молодой но профессиональный коллектив к подбору водителей и приема на работу подходили тщательно все водители со стажем не менее 10 лет а еще предусмотрено автокресло для малышей а для взрослых рекомендация пристегивать ремень безопасности а еще у такси трипятерки есть дополнительное и ввиду значительного повышения штрафа за вождение в нетрезвом виде очень актуальная услуга трезвый водитель работник такси доставит вас в безопасности до нужного адреса за рулем вашего авто ашот рассказывает что такие заказы уже поступали допустим человек приехал на компанию на свадьбу и тому подобное вот пришлось ему выпить или захотелось выпить неважно по какой причине чтобы он не садился в нетрезвом состоянии в автотранспортное средство за рулем мы предоставляем такую услугу вот они обращаются к нам по номеру мы приезжаем забираем машину клиента и отвозим домой три пятерки это новая фирма такси к развитию которой подходит современно розыгрыши и призы акции и даже скидки возможно повезет и вам если вы станете постоянным клиентом а пока записывайте номера телефонов 930 44 99 920 44 99 а для абонентов а мобайл короткий номер 55 55 выбирайте лучшее с такси три пятерки асида малия михаил братухин абхазское телевидение 7 марта в центральном выставочном зале откроется выставка художниц абхазии женщины в искусстве история и современность посвященной международному женскому дню выставка представляет собой уникальную экспозицию живописи графики декоративно-прикладного искусства созданных в разные годы экспозиция организована домом москвы при финансовой поддержке правительства москвы департамента внешне экономических и международных связей городом москвы и московского дома соотечественника в завершении выпуска расскажем о погоде по сообщению гидрометцентра во вторник 7 марта на территории абхазии ожидается переменная облачность возможен дождь туман без осадков температура воздуха ночью 2,7 днем 9,14 градусов тепла температура морской воды плюс 9 градусов на этом информационный выпуск камшевшара подошел к концу всего хорошего до свидания соотечественник украины люкс ズев а ну ну и ж Продолжение следует...